В понедельник 25 января ряд грузинских и российских СМИ сообщили о том, что очередной доброволец, который воевал в ИГИЛ, погиб. Это Хвича Гобадзе. И таких Гобадзе из Грузии уходит в Даешь немало. Опорными точками этой террористической организации в Грузии являются такие регионы, как Панкийское ущелье, Аджария и Квему-Картли. И вот парадоксально здесь обратить внимание на Квему-Картли. Это регион, который населен шиитским азербайджанским населением, но несмотря на это с унитизацией населения, его вот такая джихадизация, она сегодня очень сильно идет. Несмотря на то, что Иран проявляет к этому региону довольно пристальное внимание, есть и экономические инвестиции в этот регион со стороны Ирана. Несмотря на это, очень явно заметен процесс, когда шииты, перешедшие в суннизм, становятся джихадистами и как минимум симпатизируют, в том числе и ИГИЛ. И другим регионам, которые непосредственно вызывают беспокойство российских властей и российских сил, которые занимаются борьбой с терроризмом на Северном Кавказе, является Панкийское ущелье. В этих стенах не раз выступали такие эксперты, как Шутаб Хаидзе, как Гулбат Виктор Черцхиладзе, которые акцентировали внимание на этой проблематике. И процесс рекрутизации в Панкийском ущелье, опять-таки, в последнее время нарастает. И такие одиозные личности, выходцы из Панкийского ущелья, как так называемый командующий Северным фронтом Дайш Тархан Батирашвили, они герои. Они герои в Дуисе, они герои в других селах Панкийского ущелья. Вот проблема героизации терроризма, она в Закавказском регионе выходит на первый план. Благодаря чему? Если раньше в Аджарии джихадисты работали в 140 мечетях этого региона, то сейчас активно используются социальные сети. Язык ИГИЛ становится грузинским. Вот это очень опасная тенденция. Джихадисты начинают активно вербовать на грузинском. Обеспокоенность спутника Южной Осетии по поводу джихадизации за Кавказе, она вполне очевидна, потому что Южная Осетия как раз-таки граничит пока еще не с тем регионом Грузии, с горийским районом Грузии, который не джихадизируется, где нет салафитских общин. Но нужно четко иметь в виду, что регион Кавказ, регион Северный и Южный Кавказ, согласно тем же заявлениям одиозного Аляднани, пресс-секретаря джихадистов, он находится в сфере стратегических интересов сегодня, ДАИШ, ИГИЛ. Так вот, и обеспокоенных, кстати, заявляли, об этом выказывали, в том числе и высокопоставленные чиновники Югостинского руководства. Продолжение следует...